а самое главное это девоньки ну что я купила машину так дело не пойдет конечно печальные новости я в панике уже начала чуть ли не плакать по ты сказала будешь биг тесте чё за подстава я так надеюсь что мне все подошло по размеру привет мои хорошие с вами селена начинаю новый влог все хорошо настроение хорошее отличное сейчас думаю в этом блоге будет много новостей всех интересных и сейчас я первым делом иду покупать на рынок я на рынке покупаю все потому что здесь есть как бы да у нас на рынке вам чуть что оставляются ссылочки на алиэкспресс где можно взять такие вот косички или что то на экспрессе много всего если у вас есть какой-то рынок по близости то вы тоже можете сгонять на рынок и посмотреть если у вас там всякие такие волосы кого я вдохновила потому что всех своих близких я вдохновила на перемены какие-то с волосами напишите кстати обратную связь мне Интересно, кого-нибудь моя идея захватила. Сейчас я еду на рынок смотреть пряди, потом я хочу поехать посмотреть коврики на машину, поменять, потому что коврики какие-то странные. Я недавно давлю в педаль, ну, педаль-тормоз, а она как-то плохо тормозит. И я с испуга резко тормознула, ну, резкий тормоз был. И Виталька ехал со мной рядом и говорит, что да, частенько такое бывает, там коврики, короче, галимые, надо их поменять. Бывает, под педаль там что-то подворачивается, западает, говорит, у меня пару раз такое было. Поэтому я сейчас поеду, погляжу, какие коврики есть. Вот с Танюшей сегодня созванивались, не знаю, пересечемся мы с ней где-то или нет. Ну, в общем, сейчас два вот этих вот главных плана у меня есть. Вот, и надо заказ еще сделать, молоко заканчивается, нужно заказ еще сделать. Вообще, я бы такая, сегодня вот сейчас эти бы дела сделала и чуть-чуть пошаталась бы по магазинам, возьму с собой. Ну что, каждый раз я наслаждаюсь своим образом, волосы на самом деле очень сильно дополняют. А еще недавно я делала обложку для одного из своих видео, ну, где у меня короткие волосы. И там можно менять немножко оттенок волос. И я сделала длину, короче, можно волосы менять, я еще думаю, в инстаграме сделаю пост, обязательно спрошу вас, как мне цвет какой лучше, да, подходит. И там можно было длину поменять волос и цвет волос. И на удивление, когда я сделала темный волос, такой, знаете, шатен или даже темный-темный русый, и вот такие волосы были длинные, мне очень прям хорошо, очень сильно контрастировало, контрастировало с моим лицом светлым, да, и очень эффектно смотрелись волосы темные. Не черные, а такие вот темные, вот как мои, да, если, ну, может быть, перышки сделать светлые максимально, но, блин, мне понравилось больше темный цвет. Светлый он как-то все-таки, как-то контраста нет, вот, что-то такое. Но если темные корни, а светлые волосы, вот как сейчас, да, вот такой блонд мне нравится, не сильно белый, а вот такой, но все равно должны быть затемненные корни обязательно. Ну, конечно, не знаю, экспериментирую, куда меня потянет. Наблюдайте за моими изменениями, весна, лето скоро, обязательно будем экспериментировать со всеми делами. Девочки, купила вот такой вот цвет, он очень-очень близко к моему корню, я просто не ожидала, что у меня корень такой темный. Нашла еще кое-что прикольное, ну, что-то ценник такой у нас здесь высокий достаточно, так что буду смотреть на Алики, и плюс еще они такие коротковатые, то, что я нашла. Я хочу подлиннее волосы, вот. Ну, тетю своей сброшу, по-моему, что-то такое она хотела. Так, приехала выбирать цвет, и не могу понять, какой лучше. Я хочу либо черный с черной окантовкой, либо вот мокрый асфальт серый с черной окантовкой. И пытаюсь понять, какой лучше. Вот этот вроде бы подходит мне вот сюда, да? А вот, а в целом, как бы, черный неплохо смотрится, вот под салон. И вот думает, ты понимаешь. Но здесь однозначно серый подходит больше. Серый. Только это какая-то, это серая окантовка, а я хочу черную окантовку. Вот, наверное, я сделаю асфальт, пусть будет, да, серая, с черной окантовкой. Сделаю прям под вот эти штуки. Все, определились. Крошки, я это сделала, я записалась к стоматологу. Ооо, как я не оттягивала этот момент. Самое интересное, что до середины я точно это оттягивала, я как бы и не хотела, боялась. Ну, и плюс я астролога посмотрела, а она там сказала, что не надо ходить. Вот кто-то звонит и сбрасывает, вот частенько такое бывает. Короче, астролог говорит, что, типа, отмените там несрочные какие-то все операции, там, ничего не покупайте. Типа, какой-то там ретроградный кто-то летит, едет, и типа, все, что куплено, чаще всего там либо ломается, либо возвращать нужно будет, короче. Ну, и лечение тоже самое. Короче, переделывать все надо будет. Я теперь, короче, астролога не слушаю, вот, короче, короче, мое любимое слово «паразит». Я решила не слушать астролога, а слушать свою интуицию, потому что сначала я три недели, наверное, ждала, когда закончится этот ретроградный поток. Думаю, не, не пойду, страшно, я не хочу потом переделывать зубы. А потом просто мне страшно, а потом то у меня насморк, то еще что-то, и я такая, типа, нет, нет, и все, ну, оттягиваю момент. Хотя у меня уже, как бы, два, три зуба надо лечить, понимаете, у меня выпала пломба в одном, а в другом кариес, извините меня, надо делать, оно расширит, там дырка растет со скоростью, блин, света. И сейчас все, взяла себя в руки, позвонила и записалась. Боже, это надо просто сделать и забыть. Так, а сейчас думаю, чем заняться, чем заняться? Проезжаю мимо мойки, на мойку пора заехать, Селена, на улице, блин, хорошая погода, машина у тебя, как будто я не знаю, где ты ездила на ней, так что сейчас помою тачку. Ну что, девочки, вот моя грязненькая машинка, смотрите, коврики все достала старые, начнемся. Она красавица, я ее сначала, кстати, шампунем помыла, потом помыла пеночкой, и все, сейчас буду смывать, потом холодной водой, горячей водой, или сразу нет, сразу горячей, потом воском и осмусом. Видите, вся грязь стекает с тачечки. Крошки мои, ну что, хорошие новости, я купила машину. Ну, мы подумали, решили, на самом деле предложение было мамина, это не то, чтобы я у нее там машину отжимала. Мы собирались покупать машину, присматривали все туда-сюда, некоторые финансовые затруднения были, то, что мы хотим. Ну, то есть, мы не хотим что-нибудь там брать недорогое, да, совсем, ну, как бы, хочется хорошую машину, короче, хочется хорошую машину, она, соответственно, стоит денег. Вот, мама наблюдала, наблюдала, видимо, за всем этим процессом, и она говорит, слушай, я, говорит, свою машину хочу продать. Почему она хочет ее продать, и зачем она расскажет на своем канале, вот, все подробности ее там душевные. Но я эту идею подхватила, как-то меня осенило в один момент. Вы знаете, куча переживаний было, мы вот в этих поисках машины ездим, смотрим, какая марка, какая она должна быть, желание иметь одну, а по возможностям получается чуть другое, а чуть другое я не хочу. И вот, короче, камень такой, знаете, прям на душе был. Вот, и я уже какое-то время такая думаю, может, подождать, попозже машину, да, приобрести. И в итоге мама, ну, говорит, что собирается продавать свою машину. И меня что-то раз прямо осеняет, я такая, а что, если взять пока мамину машину, да, пока у нас холода, все дела, пока у нас финансовая, да, финансовые моменты тоже там кое-какие надо решить, чтобы лучше потом взять машину, ну, добавить-ка это, если что, потом продать ее, добавить к ней, и уже потом купить то, что ты реально хочешь, то, чем ты действительно будешь довольна, да, чем сейчас такое непонятно, вот с натяжечкой что-то брать. И все, и я, мам, купила машину, вот, вот, новая машина. Поздравляете, теперь она моя малышка. Да, теперь я, видите, не зря я в нее вкладывалась уже, и то поменяла, и это поменяла, и вот коврики сейчас куплю. Да, это все я уже делаю в свою машинку. Поэтому вот такое, сразу через, сразу, как только мы это все решили, договорились, у меня прям сразу камень с души упал, я перестала прям целый блок, целый, знаете, целая часть, полушария моего мозга была занята этой машиной, и сейчас прям, знаете, так раз, и выдохнула уже. Ну, короче, может быть, я на ней еще и год поезжу, а может быть и два. Машина, на самом деле, просто очень хорошая, и не хотелось бы ее продавать в какие-то чужие руки. Машина прекрасная. Конечно же, я знаю, что я беру за машину, хорошую, которая будет верой и правдой мне служить, японец. Японцы все прекрасные, ну, если только вдруг кому-то случайно не повезло, но вообще японцы считаются очень хорошей машиной. Вот, такие дела, такие новости. Не ожидали? Дочки, представляете, резко, просто резко. Что это? Ты зараза, снеопат, снеопат, буря мглую небо кроет. Блин, ну, по-любому на машине за малым, а значит, я... Мне как раз посылка пришла, девочки, и я такая думаю, а ладно, завтра заберусь, я с пешочком Денечкой в магазин, пройдусь в садик. В итоге, какой пешочком? Мы не пройдемся. Поеду на машине. А значит, поеду на почту за посылочкой. Ой, на Асос то, что я заказывала, пришло ко мне наконец-таки ботинки мои. А самое главное, это девоньки. А? Кто мне скажет? Тачку-то я помыла. Тачка-то моя чистая стоит. И грязнеет. Ну, ладно, не страшно. Просто 200 рублей всего, кстати, у меня получилось на мойке. А не страшно то, что... Страшно... Деньги не страшно, а страшно то, что... Мне так сложно доехать до мойки. Я полгода не мыла, по-моему. И тут наконец-таки доехала. И вот такая тебе погода. Сейчас я проеду, все на грязненьком будет. Ти-ти-ти-ти-ти. Под 100, зараза. Я зачехлилась, как следует. Как на Северный полюс иду. Мы идем с Денечкой, а на нас летят снежинки. Да, котик? Ловить будем снежинки? Смотри, лови снежинки. Ну-ка, ловим снеж... Ловим. Ага, мама научит тебя правильно говорить. Ловим снежинки. Ловим. Повторяй за мамой. Ловим снежинки. Ой, класс какой вообще. Кися, ну пойдем, давай ручку. Ты можешь еще ртом ловить снежинки еще. Рот открывай. День, вот так. Смотри. Ага, и вот они снежинки. Лови их. Девочки, я немного расстроена, потому что на почте я получила не ту посылку, которую я собиралась получить. Заказ, думала, с магазина. Бегу как сумасшедшая. Скорее же, шмоточки люблю. А это, оказывается, пришел ко мне возврат. И я такая думаю, блин, что за возврат? Что, сыночка, ты ничего не видишь? Ой, застрял ребенок. Ну не тяни. Ой, сделал это, молодец, ты молодец. Все, клади туда, на диван. И в общем, эта посылка, я своей экстрасенсорной способностью, я говорю, дайте, ну, чтобы получать ее обратно вообще или нет, мне же надо за нее заплатить. И я говорю, дайте потрогаю коробку. Я такая держу, держу. И вспоминаю, что здесь вот так я упаковывала микрофоны, которые девочки выиграли у меня в конкурсе. И не получила свою посылку Дарья, Дарья Романова, город Краснодар. Мне крайне горестно от этого, но так дело не пойдет, конечно. Мне очень неприятно, когда я, как бы, делаю розыгрыш, потом я нахожу время для того, чтобы все это упаковать, отправить, понимаете. И, а люди вот так вот раз и не приходят. Ну, значит, им не надо. Да? Значит, это останется нам. Распаковываю. Вот такой вот микрофон караоке, как вы помните, у нас был. Кстати, какого цвета? Лимонного цвета. Смотрите, как красиво. Ой, или, может, я его разыграю среди подписчиков вот здесь, во влоге. Разыграю среди подписчиков. Или не во влоге, или ближе, или во влоге. А давайте так, знаете, как сделаем. Пишите комментарии. Участвует, давайте так, участвует вся Россия. Пишите комментарии под этим влогом. Какой-нибудь приятный, классный комментарий, ну, который мне будет приятно, да, что-нибудь может. Как давно вы меня смотрите, почему вы меня смотрите, не знаю, что вам нравится в моем влоге. Вот. А я выберу один из комментариев, который мне больше всего понравится или как-то западет, вот. И отправлю вот этот вот микрофон, такого лимонно-золотистого цвета, в подарок. Одному из своих преданных подписчиков. Так, сейчас Денечка пришел. Я готовлю ужин. Вот, опять же, карри соус, да, соль. Вот такая вкусная соль. И все, перчить не буду, потому что Денька будет. Да, это я делаю, как бы. Ну, я думаю, что он, это блюдо, честно говоря, не будет, но картошку максимум он отсюда поест. А для него я сейчас что-то другое приготовлю. В духовочку ставлю сразу на 50 минут где-то. На 220. Духовочка наша уже нагрелась. Вот эту красоту запекаем. Так, а тем временем я поменяла здесь противень. И прежде чем готовить здесь, нужно противень эту нагреть. Это смазка там какая-то защитная. Потом она остынет. Вот это вот приспособа. Ё-моё, я все слова потеряла вечер. Вот нормально, да. И потом это все дело протереть, короче, надо. И готовить. Я нашла один рецепт. В книжке обалдеть, сколько рецептов. Сейчас приготовлю для Денечки уже. Итак, первое, что я делаю, это отвариваю 300 грамм картофеля. Противень поменяла на вот такие ровненькие. Отмеряем 80 грамм муки пшеничной. Одно яичко. 30 грамм манной крупы. И вот такой лучок на 50 грамм. Измельчаем. Лук, зелень. Картошку делаем в пюре. Так, в измельчителе я сразу же сделала вот такое картофельное пюре. Здесь же у меня лук, здесь же у меня зелень. Зелень я сделала немного, потому что Денька не очень ее любит. Теперь сюда яйцо, муку и манную крупу. Наша противень нагрелась. Мы ее смазали кисточкой вот так, две противни маслицем. И теперь будем выкладывать нашу массу вот сюда. И накроем потом. Время приготовления 10-12 минут, но мы будем поглядывать. Знаете, вот что здесь вот в этом пекаре не видно? Сколько приготовления? Ну, включить время вот это вот Ника. Ну ладно, будем поглядывать. Представляете, сейчас проверила, оказывается, у меня не до конца было застегнуто. Я сейчас открыла, у меня было вот так вот застегнуто, где-то здесь. Это, видимо, разные есть эти. У меня вот как-то, короче, вы поняли, не до конца, да? Я открыла вот сейчас, что у нас. Прошло 4 минуты все. Во, теперь до конца. Так, ну что, прошло 10 минут. По-моему, у нас все готово. Так, вот такая вкуснота. Главное, что мне здесь нравятся ингредиенты, да? Все, что можно деткам, в принципе, все достаточно полезное. Ну, мука тоже, как бы, да, булочные. Дети растут, как бы, нормально. Если на глютен нет, аллергии там, да, то можно. В общем, сейчас чуть-чуть остынет, будем пробовать. Надо еще соус, наверное, какой-то сюда. Так, ну а вот что у нас получилось. Чуть-чуть я передержала, но все равно я люблю вот хрустящее получается. Вот идеально приготовилась курочка. А почему-то эта картошечка суховатая, хрустящая будет. Ну, суховатая, просто хочется, может быть, чтобы она была сочная. В рукаве, конечно, чуть посочнее получается. Вот. В общем, я думаю, вкусно. Я люблю, когда похрустывает иногда. Так что, это мне. Ну что, разрезала, чтобы они быстрее остыли. Можно уже пробовать, в принципе. Что-то такое интересное получилось. Четка не хватает соли. Ну, для меня. Они не хрустящие. Прям прикольные. Можно было бы сюда еще добавить сыра в серединку. Знаете, чуть-чуть выложил, сыра потом положил. Так, посыпал немного, да? И сверху опять еще доложил. Можно также мяско туда положить. А можно в соус еще вот так макать. Все хочу себе специальные такие штучки купить для соусов разных. Это у нас медово-чесночный, по-моему, да? В сыр можно махать. Для детей идеально, по-моему. Вообще, можно даже с чем-то сладеньким есть, мне кажется. Прикольно. Очень вкусно будет со сметанкой. А сметанку посолить немножко. Ну, мне хочется прям чего-то солененького добавить сюда, да? Сметанка, сырный соус отлично. На, укуси. Подуй только. Подуй. Ну, покажи мне. Укуси и скажи, вкусная вкусняшка. Фух, ну что, мои хорошие. Печальные новости. Я поела, все очень вкусно. Даже, кстати, я наговорила на картошку. Она вообще получилась очень даже сочная. Это просто сверху она, видимо, поджарилась. И такое, сверху корочкой покрылась. А там внутри отлично все. Сочная, вкусная. Прям поела с удовольствием. Съела три картошечки, три грибочка и одну маленькую курочку и помидорчик, который тетя Надя еще давала за крутку. Блин, такой кайф. Просто кайф. И хочется прям запить сейчас от души. А печальная новость в том, что Дэнни не оценил мою стрипнину, которую я для него сделала. Я думаю, что он там почувствовал лук. Он у меня не лук, не зелень. Не воспринимает. Ну, тут ее даже не видно, блин, девочки. Ну, зелень. Он даже не смотрел. Вот он на... Я вижу, он смотрит мультики, да? И он вот прям даже не смотрит, что конкретно там. Ему вот прям аромат не понравился. Наверное, я думаю, что там лук, потому что лук он не любит. Но вот вы говорите там, вот, типа, ребенок то не ест, это не ест. Потому что ты не готовишь там то и сё. Я как бы знаю своего ребенка, да? Я думаю, каждая мама знает своего ребенка и примерно знает, что ему вообще надо давать или не надо. Тысячу раз все предлагали. Он сегодня может съесть, а завтра нет. Курицу, например. Только он ему подошел, говорит, дай курицу. Я ему даю курицу, он ест курицу. Потом я там ему наготовлю этой курицу. Он, нет, нет. Даже в рот не возьмет. Пожевать немножечко. Поэтому все очень непредсказуемо. Кстати, с садика я его забрала. Воспитальница сказала, что он не поужинал. Он съел вафельку там и запил компотиком. И все. Он пришел домой, я ему дала сырок, фруктошку съел. Ну, пока я тут готовила, я что-то он то-то-то покусочничал. Ну, не знаю, может быть, попозже еще посмотрю, съест он или нет. Но он ее даже пожевать не хотел. Иногда он, ну, хотя бы пожует, сделает вид, что вкусно. Но я к чему все это говорю? Что я так просто не сдамся. Рецептов очень много. Очень много всяких разных вкусняшек. Там, кстати, есть пирог со слоеным тестом. А слоеное тесто я брала, по-моему, в пятерочке. Так что у меня есть готовое слоеное тесто. И можно попробовать сделать яблочный пирог. Это будет типа штруделя, наверное. Очень хочу попробовать. Не знаю, кстати, Дэню будет у меня есть такое или нет. Но там очень много всяких разных вкусняшек, которые можно экспериментировать, готовить. И он наверняка что-нибудь добудет. И если я найду этот рецепт какой-то, чтобы там были все ингредиенты такие, знаете, ну, для роста ребенка, да, для витамины, чтобы там были. И, в общем, полезный продукт, не вредный. Я прям буду ему постоянно готовить. С этим мультипекарем вообще, честно говоря, даже по приколу, по кайфу даже готовить. Вот. Так что ждите отдельный обзорчик на втором канале. Обязательно будет. Я туда засуну все эти рецепты, которые я уже готовила здесь во влогах, да, ну, кратенько. И что-нибудь новенькое еще приготовим там обязательно. Сейчас время без 15.09. Да. Здесь неправильно часы идут. Пойду малыша готовить ко сну. Так, ну, еще, чтобы быть совсем уже все-все доделать. Это новые стаканчики, кстати, я купила их в фикс-прайсе. Они с крышечкой, с трубочкой. Смузи сделала. Здесь у нас сельдерей мой любимый. Два маленьких яблочка, один апельсинчик и четверть грейпфрута. Прям самое то получилось, знаете, по вкусу. Не горчит грейпфрут, потому что его немного здесь. Блин, какие идеальные стаканы, девочки. Идеально для смузи. Сейчас покажу крышку. Единственное, что я не знаю, будет ли у меня тянуть эта трубочка. Она тянет мой смузи. Какой кайф. Мне кажется, я должна еще купить. Хотя бы один такой стакан. Другого цвета. Хотя нет. Зеленый, желтый мне больше всего понравился. Там еще фиолетов был. Убалдеть. И в холодильник поставил, потом опять ехать. Всем доброго утречка, мои хорошие. Я вообще сегодня не красилась. Представляете? Я вчера просто не умылась. Я вчера пошла малого укладывать и просто вырубилась с ним вместе. И уже не встала. Сегодня проснулась, такая подтерла глаза. Но я думаю, что я сейчас смою косметику, потому что я хочу сделать масочку. Вот. И накрашусь заново. С этими косичками. Мне больше нравится, когда я прям накрашенная. И стараюсь выходить накрашенная. Прям красавица. Вот. Сейчас что хотела сказать? Что хотела сказать? Что я с утра сделала? Отвела малого в садик, как обычно. Встала в 6.30 утра. Смонтировала видео для вас на второй канал. Опубликовала видео на главный канал. Поговорила с Танюшей. Сейчас грею еду. Время сейчас 11 часов. Я сделала доставку. Сейчас будет доставка еды из ленты. Сниму видео на второй канал. Обязательно, что я там купила. Теперь же у меня этот мультипекарь. Еда моя готова. Теперь же у меня этот мультипекарь. Там столько всяких рецептов. Я очень хочу попробовать. И еще я хочу докупить несколько насадок. Я очень рада, что взяла именно мультипекарь, который вот с такими разными насадками. Потому что есть... Короче, это очень просто, очень классно. И мне прям нравится вообще. Ей нравится. Можно было бы даже еще, если бы он побольше был. Но они маленькие. Мультипекарь вот такие маленькие. Вот гриль, если большую брать, вот там уже классная. Потому что грильницу я бы тоже себе хотела. Я сейчас уже думаю, блин, какая маленькая у меня кухня на самом деле. Я бы все поставила вот так, знаете, чтобы стояла соковыжималка. Вот этот блендер стоит. Да, здесь мультиварка, кофеварка, чайник, мультипекарь. И вот это все стоит вот так в ряд, да? Выбирай, что хочешь себе и делай. Короче, сейчас пока будет доставка в течение двух часов. Трех даже. До двух. Да, доставка до двух где-то. Но я думаю, они раньше приедут. Потому что он уже позвонил. Мы уже сделали заказ, согласовали все. Я сейчас буду кушать, допивать кофе. Последнее молоко себе долила. И включу сериал. Буду смотреть сериал. Вот, сейчас покушаю плотненько. То-се-се. Посмотрю, что со временем. Там, может быть, что-то сниму. На второй канал теста очень много. Обзоров всяких продуктов надо снять. Кстати, Алиэкспресс же у меня лежит. О, надо точно Алиэкспресс снять. И уже пользоваться там некоторыми продуктами. Забываю все время. Вот. И потом поеду наконец-таки на почту. Пришла посылка. То, что я вчера хотела получить. Да, вот эту посылку. В итоге пришел возврат. Но сегодня уже пришли мои джинсы и ботинки. Которые я очень жду. И надеюсь, что все подойдет по размеру. Крошки. Я же докупила себе пачку. Смотрите, добавила под свой цвет волос. Вот если бы они вот такие все были. Под мой цвет волос. Вообще бы не было разницы. Как будто у меня такие длинные косички. Много-много. И еще поближе. Видите, я их переплела. И тут косички тоже переплела. Вплела еще сюда темную. В общем, если она будет выглядывать, очень даже гармонично будет смотреться. Вот здесь ничего не видно. Вот. Сейчас у меня теперь четыре пачки этих косичек на голове. Немножечко прям, ну, раз. Такая тяжесть чувствуется. Вот три пачки вообще мне не чувствовалось. А вот четвертая как-то уже чувствуется. Но я думаю, что я еще похожу, подтяну косички. Ну, вот подтянула здесь косички. А они немного расплетаются. Вот какой момент хотела заметить. Что они ослабляются. То есть у меня уже косички эти ослаблены. И, наверное, я их быстро могу снять. Только из-за того, что, ну, они должны были нормально быть заплетены изначально. Я же сама себя плела. И самой себе туго затянуть очень сложно. Вот теперь я понимаю, почему они должны быть туго затянуты, когда кто-то делает. Чтобы как можно больше из-за этого они носились и не ослаблялись. В общем, мне нравится. Сейчас она все смиксовалась с моим цветом волос. Мне кажется, очень даже прикольно. Вот. Сейчас пришла доставка мне. Сейчас я буду что делать? Буду снимать распаковочку, что я там купила на втором канале. Будет Сбермаркет, лента. Девочки, вы видели уже мои идеи подарков на 8 марта для наших воспитателей. Для самой себя. Вот этот вот набор конфет без сахара. Мне очень понравилось. Ассорти. Здесь темные и светлые. Половина темных, половина светлых. Ну, в смысле шоколада. Вот. И все без сахара, с разными добавочками. Мне очень понравилось в прошлый раз. Поэтому я и себе взяла. И воспитателям в нашем садик подарю. Цена очень хорошая. 200 с чем-то рублей стоит одна упаковка. Но это достойный подарок. Любому человеку. Кто сидит на диете или не сидит на диете. Супер. В фаберлике вообще очень много всякой еды сейчас полезной. Вот. Короче, взяла кучу упаковок. Ссылку оставлю под видео. Запасайтесь. Доставка очень быстрая. Пока все не разобрали. Вот так вот они выглядят внутри. Видите? Тут с фундуком, с миндалем, с апельсином, с кокосом. Со всякими фруктами. Классные вообще. Вкусные главное. Вообще не скажешь, что они без сахара. Ну что, мои хорошие. Вот такой сегодня у меня образ. На улице вроде ветер, но тепло. Я сегодня Данечку отводила в сад. Было тепло. Я решила одеть этот костюмчик, который чуть-чуть полегче. А вот такая вот, видите, голубой. Ну, в общем, вот эту курточку решила надеть. У меня футболка. Потом, получается, теплый свитшот и она. Я надеюсь, я не замерзну. С моими волосами сейчас, мне кажется, гармоничнее. Прям они дополняют. Вот прям, знаете, как будто у меня свои такие длинные волосы. И просто там вплетены некоторые косички. Мне кажется, так прикольно. Сейчас вот они спросим. А, да, мы с Таней сейчас на почту поеду. И мы с Таней решили пройтись чуть-чуть по магазинам, прогуляться. Представляете, вышла сейчас, смотрю на свою машинку. А как будто я ее не мыла вчера. Обидно! Как это? Обидно. Как там говорят? Обидно, прохладно, но ладно. Сейчас мне говорят. Жалко, обидно. Та-та-та, но ладно. Какое-то слово, но ладно, рифма. Напишите в комментариях. Я не помню. Кошки мои, а вот моя посылочка. Ура! Будем дома распаковать. Посылка должна была прийти вообще 4 марта. А сегодня второе. И я ее уже получила на 2 дня раньше. Это такой праздник? Девочки, вот моя Танюша. Мы встретились. Да, я забрала свою посылку. А, я вам показала уже. Сейчас мы пофоткаемся здесь на улице. Так что обязательно в Инстаграм заходите. Смотрите новые фотки. Я же в таком новом образе. Сейчас посмотрим, как Танюша меня сфоткает. Зайдете в Инстаграм, зацените. Да, и в мой заходите, тоже зацените. Вот я тебя круто фотографирую. Ну вот сейчас покажешь, как надо. Вот ты покажешь. Покажешь класс. Ты покажешь, как надо фоткать. Ты покажешь, а я повторю. Все как обычно. Жопа. Так, мы решили не фоткаться, потому что солнце фигачит. Нам нужно, чтобы еще немного солнца село, понимаете? Еще немного, совсем чуть-чуть. Это вам не просто так, знаешь, щелкнулся и все. Тут целая наука, чтобы все было красиво. Тихо. А у тебя маска есть? Да, а у тебя? Да. Взяла бы. Действительно, сырные диетические. Да, конечно. Конюшня. Мы пришли в Макдональдс, девочки. Диктейстеррум, обожаю, обожаю. А я взяла, знаете, че? Премьер без бекона. Вот, что мне надо было всегда брать. Премьерчик без бекончика, и все. Отлично. Помидорка, положили помидорку или сейчас пойдешь менять? Положили. Тебе повезло. Я взяла мороженое. А че ты тут взяла еще? А, ты тоже фри взяла? Да. А, так это ты себе эту маленькую взяла, да? Ты сказала, будешь биг тейстер. Че за подстава? Биг тейстеррум. Да. Одно название определяем. Мы идем уже домой. Мы мчим уже на самом деле за Денечком. Мы не знаем, что мы съездим за самый нужный магазин. И уже... А, ты стори снимаешь? Да, и уже едем, едем. Короче, опаздываем за малышом. Все из-за Тани. Мало того, что обожралась, из-за Тани. И за малышом, Сарик, опаздываю, из-за Тани. Вот, виновница всего. Язык еще показывает. Прикинь. Девочки, зайдите на ее канал, пожалуйста, поставьте ей дизлайк. Ну что, мои дорогие, я же мчала, мчала, мчала. Быстрее открываем. Я не знаю, как у меня тут видно. Я так надеюсь, что мне все подошло по размеру. Я очень переживаю. И что за ботинки, на самом деле? Так, первое, это джинсики. Я просто взяла 26 размер. Насколько я помню, вроде 26 мне подходил. Вершка. И ботинки. Я очень переживаю, чтобы они не подошли по размеру. О, я знаю, тут еще чуть-чуть. Такая штучка. Нет, не цены. Просто какая-то бумага. Я очень боюсь. Вроде прикольные. Вроде интересные. Подошва большая, каблучок. Здесь молния. Ну, внешне, вроде, не четок. Осталось узнать размер. Короче, девчонки. Легкое разочарование. Они у меня большие. Хотя я взяла ботинки, но, как бы, я взяла размер, такие, как у меня. У них же евро размер. Просто у меня залом здесь происходит от того, что они большие. Мне, конечно, поменьше размер. Так, ботиночки классные. Вот так вот они выглядят. Мне, как бы, все нравится. И подошва, и все дела. Но они, но они большие. Я не хочу большие. Я хочу нормальные. С моими черными они, кстати, даже чуть поменьше. А, но здесь по-другому. Вот здесь, видите, начинается, где у меня как-то вот так. Ну, примерно одинаково. Они как-то просто посвободнее, пошире. Блин, ну эти прям впритык мне так клевенько по ножке. А эти прям свободно по ножке. Ох, буду думать. Это ж целое дело возвращать, если менять размер, да? В общем, положила туда стельку сейчас теплую. И все стало на свои места. И подзатянуло вот здесь вот. Все стало на свои места. В принципе, нормально. Не буду я менять. Целое дело это менять по размеру. Они, в принципе, мне нормальные. Такие же, такие же, как и эти. Даже это, поменьше даже кажется. Вот ставлю на уровне. Они вам даже поменьше. Так что я думаю, шила на мыло. Вдруг придет, который поменьше размеров, еще меньше придет. И будет на меня маленький. Вот так во всем. Теперь осталось померить джинсы. Девочки, джинсы пришел четко. Мой размер вообще простой. Ни больше, ни меньше. Нигде не давят. Вот в них мне очень нравилась попа. Когда я их тогда мерила. Джинсы хорошие, плотные. То есть там были такие помягче. Ну, помягче немножко такие, да? Более легкие. Эти прям джинсы плотные. И здесь разрезы. Кстати, здесь они не маленькие, ну, такие поменьше чуть-чуть пришли, да? Те, которые я мерила, там прям вот так от сих до сих было. Ну, наверное, уже порвались, пока люди мерили, да? Ну, и вот длина такая. Сейчас под ботинок померю. Так, вот под ботиночек. Под один. Вот такая четкая прям длина. Только видна эта каблук. И под черный тоже хорошо. Короче, четко все. Как будто каблук повыше на этом бежевом. Садкой. Ключить короткий. Ну, я больше вот под черный ботинок носить. Под черные кроссовки носить. Вот сейчас Денька пришел в садик, и я ему сделаю бутерброды с сыром просто. Сейчас попробуем. Такие сырные получатся. Он любит сыр, любит хлеб. Одно дело, просто с маслом, да? А тут раз, горячие бутерброды будут такие. И вот это станет хрустящее. Я так устала, если честно. Такая уставшая стою, сил нет, вообще еле моргаю. Да, сейчас сделаю. Вот так положила хлебушек, сырочек. Сверху накрываю. Мои хорошие, доброе утро. Сегодня день Икс. Отвела сейчас малого в сад. У нас выпал снег, много снега. День Икс моего зубного врача. Я не знаю, как вы, девочки, но, блин, вроде бы я не боюсь зубного врача. Но у меня такой мандраж, и я чувствую, как у меня, знаете, в груди. Вот так вот раз, периодически я задумываюсь, и у меня сжимается все внутри. И моя стоматолог, она мне всегда говорит, пей успокоительное. Только она почему-то говорила, мне с вечера пей успокоительное. Но мне кажется, с вечера уже это отпустят. Поэтому я буду пить непосредственно за пару-тройку часов до стоматолога. В прошлый раз я как раз-таки забыла вечером. Мне идти к стоматологу я переживаю. Побежала, купила, сразу хряпнула, немного успокоилась. Во всяком случае, хоть мандража этого не чувствую, да, внутри вот эти схватки, страха. Я не знаю почему, причем, короче, я долго оттягивала этот момент. Я решила, кстати, астролога больше не смотреть, потому что вот эти... А, я уже говорила, наверное, где-то, да, эти ретроградные Меркурии, ну его нафиг. Я так долго не могла сходить к стоматологу. Я уже была давно готова, уже сходила. Короче, я иду сегодня, записалась. У нее такая плотная запись, что к ней хрен попадешь. Вот, пусть хотя бы сделает мне передний зубик. У меня здесь кариес и дырочка образовалась. И я просто переживаю, что это под люминиром находится. И, ну, чтобы он не откололся, люминир, да, и как-нибудь не отвалился из-за этой дырочки. Поэтому в первую очередь я бегу сделать вот этот передний зуб. Но впереди не так страшно, как коренные, да. Потому что он находится, ну, здесь, да, где-то. Вот, укольчики сюда тоже не так больно делать. Вот, ну и в принципе я думаю, что там даже нерв удалять не надо будет, потому что у меня не болит зуб. Просто дырка, она меня беспокоит. Я думаю, она просто просверлит, обработает и запломбирует. Я надеюсь, что так будет. А вот здесь вот у меня два зуба. Они друг от друга зависят. И у меня выпадает там постоянно пломба. То есть жевательный зуб и зуб мудрости. У меня все зубы мудрости, кстати, на месте. И все они запломбированные. Ни один не удален. Ну, не знаю, вообще их там кто-то удаляет. Я их оставляю, как бы. Потому что для меня лечение зуба как-то не так болезненно, не так страшно, чем вырывание. Но помню в прошлый раз она мне сказала, что если выпадет пломба, мы будем вырывать. Потому что там вроде как уже не за что пломбу цеплять. И там два зуба взаимозависимы, короче. Там если выпадает пломба, я так понимаю. И там, и там выпадает. В двух зубах сразу. Короче, я вот за это переживаю. Больше всего, что она мне скажет. Наверное, будем делать снова рентген. Но здесь тоже не болит, потому что тут в двух зубах этих нету, по-моему, нервов удалили, нервы. Не знаю, что скажут, но я за то, чтобы запломбировали, а не вырывали. Короче, я переживаю. Сейчас вернулась, и вся такая только об этом зубном и думала. Но я так хочу, чтобы скорее этот момент закончился с зубным. Все сделали, и я камень с души упал, чтобы вот. Ну что, мои хорошие, у меня еще сегодня тот, как говорится, тот еще денечек сегодня. Я выпила уже, поела перед зубным, выпила успокоительных. Столовую ложку налила себе. Потом начала думать, немного ли я выпила. Потому что если я выпиваю больше вдруг, или максимальную дозу, там, не знаю, неважно вообще каких лекарств, у меня сразу начинается паника, что у меня какое-то будет побочное действие. Испугалась, давай смотреть в интернете. Но я просто помню примерно, что я пила чуть-чуть. В столовую ложку вот так не наливала. Думаю, блин, а не много ли я выпила. Полезла в интернет смотреть, сколько миллиграмм в столовой ложке. Там написано 15. Потом инструкцию смотрю, а там типа максимально 10 выпить надо. Я думаю, ну все, у меня передоз будет. Я, у меня какие-нибудь побочки там будут из этого лекарства. Короче, я в панике уже начала, чуть ли не плакать. Параллельно с Таней разговаривала. Она говорит, да ладно, спокойно. Таня вообще успокаивать не умеет, на самом деле. Она еще больше нагоняет жути. И, короче говоря, в итоге полезла нормально проверять. А, взяла воды налила в этот, в столовую ложку. И налила в мерный стаканчик. И в мерном стаканчике показывает 5. Ну, то есть нормально. Как бы чуть-чуть. Мне так и надо 5. Но я даже 2,5, помню, пила и нормально успокаивалась. Короче, нервная я. И вроде бы успокоительная выпила, чтобы успокоиться. Но вот такой я паникер, что я начинаю не успокаиваться, а наоборот нервничать еще больше. Но вроде все стало на свои места. В общем, не знаю, действует, не действует успокоительная. Вроде чуть-чуть действует. В общем, время уже. Пора ехать, потихоньку двигаться. Сейчас машину там, наверное, надо будет почистить, прогреть. Заранее, короче, выдвигаюсь. О, хочется скорее, чтобы это все закончилось. Я не знаю. Так я не люблю зубных. Я не знаю, как я буду мелкого своего вводить к зубному. Главное не показывать. Паники. Все в голове. Лежу, переживаю. Спокайфельные не работают. Укололи уколчик. Начинаю уже не чувствовать вот здесь все. Укол не больно. Вроде не нервничаю. Починила зубку. Что это за кусок мяса лежит у меня тут на лобовом стекле? Что за фигня? Похоже реально на кусочки мяса какие-то. Я не поняла. Сейчас уйду, посмотрю. Короче, полечили зубик вообще. Ну вот у меня тут анимешие сейчас, да? Ну вообще не больно. Укол не больно. Все нормально. Я даже сегодня не плакала. На удивление. Видимо, успокоительные все-таки. Успокоили меня чутка, да? Вот. Ну, Виктория Игоревна так зовут моего врача. Я уже к ней хожу лет 10. Я даже с Москвы к ней ездила. Она всегда умеет как-то так что-то сказать, что-то перевести, что-то подшутить где-то. Что я это... Отвлекаюсь немножечко. Вот. Ну все быстро. Нерв не удаляли. Слава богу, вовремя пришла еще. Вот. Хотя она, ну, говорит, что очень сильно зуб разрушился. Оказывается. Это вообще был не тот зуб, как... Знаешь? 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 Иногда думаешь, один у меня вот здесь скол был, да? На переднем немного зубе в боку. Я думала, это он там так разрушился. И я как-то себе представляла такая дырка глубокая, да? Но узенькая. Вот. А она мне сделала соседний зуб. Она говорит, это не этот зуб. На этом просто малюсенький скол откололся вот мой люминирчик. А вот там, говорит, у тебя был кариес. И там я начала его от... Ну, как бы... Что? Зачищать, да? И там вывалилась прям... Там вывалилась зуб или пломба. Я уже не помню. Я такая вся немножко сейчас чумная. Короче, зуб прям до самой десны разрушился. Вот. Но я говорю, что он меня не беспокоил. Сам по себе никогда не болел. То есть... Вот. Но она мне его запломбировала. Ну, говорит, если сильно будет болеть, там... Ну, через какое-то время, да? Ну, там несколько дней. Или неделю, может. Ну, короче, если в ближайшее время он будет болеть, сильно беспокоить, то тогда нужно будет удалять нервы. Вот. Пока что... Ну, я почему-то думаю, мне кажется интуитивно, что ничего не нужно будет удалять. У меня там... Я как раз шла, и прям почему-то я думала, уверена была, что мы ничего не будем удалять, что мы... Я успеваю, что мы просто запломбируем его, и всё. Прямо на грани. Вот. И печальные новости вот с этой стороной. Мне нужно удалять зуб мудрости, потому что там, ну, действительно, всё так разрушилось уже до самой Десны, глубоко-глубоко, что уже, короче, всё. Надо его удалять. Но зуб мудрости это нежевательно. Он вообще зуб мудрости никакой функции не везут, не везут, не несут. Обычно их сразу удаляют. Вот. Но так как я боюсь удалять, мне всё время пломбировали. А сейчас он разрушился, и рядом семёрка, восьмёрка и семёрка. Они разрушились. Оба. Как бы у них такая общая дырка на двоих одна. И она говорит, что только когда удалишь вот этот зуб, мы нормально с тобой сможем сделать семёрку. Потому что он зуб живой. Вот. И чем быстрее всё это сделаешь, пока он живой, тем лучше. Короче, удалять зуб. И всё. И я боюсь... Мне посоветовали хорошего врача, у них же, который делает всё очень круто. ещё здесь работает девочка администратором, которого я знаю. Мы ещё вместе выросли в одном доме. Вот. И я говорю, вот, зуб надо удалять. Зуб мудрости. Она такая, а, зуб мудрости, это фигня. Я говорю, как это фигня? Мне кажется, как раз зуб мудрости самый такой неприятный, во что она находится хрен знает где. Она говорит, ой, тут девочка вот, типа вот приходила к нам, ей так быстро всё удалили. Переживала, так быстро всё удалили. Там всё так быстро, всё так легко, вот фигня. Я говорю, общего наркоза нет. Общего наркоза нет. Вот этот катетер не вставляют. И мне делали, кстати, сейчас без катетера, ну, потому что всё очень быстро сделали. Я даже и сама подумала, зачем он нужен. Не нужен он мне здесь. Короче, я пошла, мне надо настроиться теперь на удаление этого зуба. Ну, хоть лёд тронулся, хоть один зуб сделала. Так, вот рецептик ещё один из моих любимых бутербродов. Это я намазываю с двух сторон шоколадом всё. Шоколад использую вот такой, на фруктозе, шоколадная паста. И бананчики. Сейчас нагреется и... Вот такие красавчики получились. Ну что, анестезийка ушла, ничего не болит. Всё прекрасно. Теперь будем морально готовиться к удалению зуба мудрости. Когда я это сделаю, я не знаю. Это для меня, честно говоря, такой шок некий. Повергло меня в шок. Сейчас иду за малым. Сегодня я себя жалею. Такая, знаете, восстанавливаюсь, жалею. Вот это вот как будто, знаете, надо мной надругались. Зубки мои там потревожили. Мне нужно, я такая вкусняшками себя кормлю. Пришли Дэнечка из садика, попросила на меня яишенку. Сейчас я ему делаю. А сама думаю, наболтать себе смузи какой-нибудь. Какой-нибудь смузи наболтать. Такой же, как я люблю, наверное, обычный. Ничего нового. Хожу, жалею себя целый день, если честно, целый день. Ну, вот как вернулась зубного, жалею себя, жалею, знаете, и вот это думаю всё о том, что мне нужно будет вырывать зуб. В моём представлении почему-то это так всё страшно. Я говорю, как он будет там вырывать? Он же так крепко сидит. Он такая, я говорю, там надо будет резать. Он такая, да ничего там не надо резать. Хоп, и всё. Как всё просто у них. А мне кажется, у меня там будет кровища в разные стороны, я буду захлёбываться этой кровью. Он будет очки свои протирать в каплях крови моей. Жесть. Как надо такое решиться? Добровольно. Крошечки мои, заканчиваю я вам свой влог. Денька сегодня в садике. Я сегодня монтирую для вас видосы. Продолжаю себя жалеть. Всё это время я просто думала об этом зубе. Я не знаю, я уже посмотрела видео даже, как удаляются восьмёрки простым способом, потому что у меня полностью зуб как бы вылез уже, да. Это простое удаление считается восьмёрки. Вот. В общем, всё в подробностях посмотрела в видео. В принципе, готова морально и поняла, что я ни о чём другом думать не могу, кроме как о том, что надо, блин, созреть. И в итоге я позвонила и ближайшее там число после праздников, ближайшее число после праздников записалось на удаление зуба. Это какая-то реально жесть для меня. Но уверена, опять не так страшен чёрт, как говорится, как его молюют. Я, конечно, у себя намолю и то ещё. Вот. Делитесь своими историями с зубами мудростями, только, пожалуйста, не плохими, хорошими. Вот что вот прям раз и не заметили. Удалили и не заметили. Вот такие мне рассказываете истории, подбодрите меня, пожалуйста. Мне этого так не хватает сейчас. В общем, всё. Этот влог заканчиваю. С вами прощаюсь и готовлю для вас новый влог. Люблю вас, целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok